У меня дома все фотографии. Еще фотографии дома много забыла. Все, когда летели, быстро ничего не захватили. Что схватили, то и в руках. Фотоальбом. Практически вся память о родине. Валентина Пироженко переехала в шахты налегке. В неспокойной Украине оставила дом, хозяйство и целую жизнь. Двой дом хороший. Как бы старались, все было. Дети же росли, строились, как было вместе. Все сейчас сами остались. Если муж умер, ну и да, такое творится, что страшно оставаться там. От села Привольного Николаевской области до Ростова около 800 километров. Этот путь 70-летняя уроженка Украины сама бы не осилила. Ее забрала к себе дочь. Стараемся, чтобы было все хорошо. И, конечно, хотим, чтобы побыстрее получила гражданство, вид на жительство. Чтобы она не волновалась, получала свою пенсию. И жила так, как она жила и там на Украине, чтобы она чувствовала себя хорошо. На Донской земле беглянку ждал сюрприз. Оказалось, что в другой стране она желанный гость. Семья дочери и соседи приняли ее радушно. Приезжих не оставляют без внимания и региональные власти. В регионе приняты необходимые меры по приему жителей Украины, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как уже ранее сообщалось с губернатором области, у нас для размещения есть 2045 мест. Из них 1855 – это санаторно-озворовительных учреждениях. Если беженцев станет больше, без крова никого не оставят. В правительстве отметили, что многие дончане готовы принять гостей из Украины у себя дома. Владимир Савеленко, Сергей Мирошниченко. Главное новости. Продолжение следует...